Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин И сегодня у нас 25 апреля 2017 года И весна вроде бы возвращается к нам обратно Зима вроде бы как уходит на сегодняшний момент Как говорится, да, на сейчас Это видео планировалось вообще как просто видео о том Как мы поменяли свою старую турбину ТКР-7Н2А Которая была здесь на нашем ЮМЗ-6 Установлена перед этим видео о первой установке Можете глянуть в подсказке в верхней части экрана или в описании На турбину уже ТКР-6 Прошло уже 2 года с того момента И турбина, получается, семерочка Вкратце название, отказалась работать, дала масло Перед Пасхой проводилась вторая культивация Хотели после Пасхи сеять уже подсолнух Но потом пришли к нам снега и прочее Ну не только к нам, по всей Украине такое творилось И где-то даже творится и сейчас Значит В чем предисловие вообще Естественно, масло Был снят подающий патрубок воздуха Вот этот вот, что с турбины идет на коллектор Там была куча масла обнаружена Точнее не куча, а прям река масла обнаружена То есть турбина дала масло И так как мы уже хотели, планировали Когда она навернется, покупать уже Не Семерку опять же, или ее уже ремонтировать А покупать уже шестерочку То мы купили новую ТКР-6 Обычную, такую как на МТЗУках идет она То есть ничего сложного в этом нет Еще В этом видео мы начнем разбирать его По сути, вернемся сейчас Немножко отступила тема При установке ТКР-6 Как видите, вот она Какая она малюсенькая По сравнению с семеркой Там тогда была улитка Вот самой турбины Вот такая вот Нам пришлось переделать Вот этот вот флянец Переходник с турбины Выход газов на уже выхлоп Но тем лучше получилось Здесь чуть меньше диаметр Получилось хорошенько забить Азбистовый шнур в соединение Теперь отсюда ничего не дымит Весь дым идет наверх И также на 60 Теперь равен диаметр Входного патрубка Всоса воздуха В турбину саму Это все осталось здесь Как и было То есть в оригинале Будем так называть После переделки Теперь уже непосредственно Продолжим с другой темой В принципе, да Стала она нормально Все хорошо Но В этот день Перед Пасхой Получается Юрка культивировал на юмзику Отработал он в конце дня Он начал как бы Подтраивать На определенных оборотах Грубо говоря От 30% До 70% Оборотов двигателя Вот что-то такое Даже не на холостых И в этот же день И навернулась турбина Ну, решили перед Пасхой Там ничего мы По сути не делали Сняли этот патрубок Посмотрели, что турбины Турбины гоплыки Думали уже Ну, будем ремонтировать Уже поменяем турбинку Все будет нормально И решили на Решили за Подтраивание На форсунки Или же на топливную Проверили Форсунки поменяли Были у нас с ремонта Новые запасные Лежали, поставили Не заводили трактор Вчера получается Да? Ну да Вчера мы поставили турбину Завели А он Ну Тарахтит То есть Так вот Тут-ту-ту-ту-ту Такое осталось Сейчас мы попробуем Это продемонстрировать Дальше в видео Может быть Я думаю Запишет звук Звук довольно яркий После проверки Форсунок Замены Проверяли Снимали насос Возили на проверку Насос Все оказалось Идеально Также в тот день Масло Сожрал двигатель Все Масло абсолютно С двигателя Даже дощупа Не доставало Давление еще было Но дощупа Не доставало Значит Сейчас уже будем Запускать движок В этом видео Как я говорил ранее Мы попробуем Показать все самые Аспекты Разборки Которые мы будем делать Ну то есть Движок будем разбирать Снимать Раскачивать его Снимать И самое интересное Такое вкратце Я покажу Сейчас же попробую Завести его Ну чтобы показать Этот стук Уловить И показать разницу В надуве Который был на семерочке Кто смотрел видео О надуве турбины Можете посмотреть Тоже в верхней части экрана Когда мы тестировали Датчик надува Который у нас есть И о шестерочке Сейчас в принципе Я залезу за виду И вы послушаете Как он тарактив А потом уже Продолжим Вид Что такое Старичок хочет на ремонт АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такой вот стук, в общем, был, я думаю, вы услышали на видео, о чем я вел речь, как говорится Ну вот есть на определенных, получается, сейчас Вот на тысячи оборотов примерно, получается, есть вот этот вот лишний звук Сейчас я вам расскажу и про надув, перед тем, как мы поедем под тальку уже вставать и раскачивать трактор Смотрите, значит, ранее ТК-7Н2А на холостых на месте, она вот так же самотелепалась стрелочка вот на датчике, как и здесь Но на холостых на месте Сейчас движок холодный, как видите, вот температура вообще лежит на нуле Но шестерка, если вот, смотрите, газовать, она дает устойчивый ноль То есть надув, по идее, должен быть больше Для чего я это сделал? Для того, чтобы еще заметить для себя до ремонта надув, который, да, вот сейчас присутствует на такой, на убитом уже двете Или можно сказать уже свободно, что он убитый, потому как он уже все, он же не хочет ни ехать, ни это, да, уже все затроил, то есть ему уже края Сейчас мы сдаем назад, я этого всего не покажу И сравнить надув после ремонта, поменяется ли давление на холостых на месте То есть, поняли, не на холостых, точнее, на месте, на полонгаз, но на месте Без нагрузки, как это было вот сейчас Сейчас она давала устойчивый нолик по датчику А в работе, естественно, было больше, потому как раньше семерка тут вообще ничего не давала В работе давала 0,2 пара, и то этого хватало Ну, посмотрим после ремонта, что будет давать шестерка Свист, я думаю, вы тоже услышали, свистит она приятно, конечно Уши радует, тут скрывать нечего Но посмотрим, что же она будет давать после ремонта В общем, как-то так, друзья, все Дальше мы будем продолжать видео уже с нарезки, как всегда С интересных моментиков, да, ну и комментирование, естественно Вскроем движок, посмотрим, что у нас там в нем творится внутри в поршневой Да, сейчас Что у нас в нем внутри в поршневой творится, что там нужно менять, что не нужно Будем ремонтировать, конечно, по, ну, грубо говоря, по минимуму, да Красить, конечно, покраска планируется тоже Но двигатели меняют, допустим, если потерпит, что колечки можно будет кидать На такую нагрузку, которую он у нас сейчас испытывает, этих колечек хватит Бог знает сколько лет еще, друзья Поэтому все, делаем паузу, дальше, естественно, будем вспоминать еще непосредственно не раз об этих каких-нибудь хороших, ну, не хороших, а интересных аспектах Ну, а сейчас уже будем продолжать разборку трактора Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ну что, вот и закончилось скрытие, собственно говоря При разборке мы с Юркой, не будем скрывать, участвовали мало, папа почти все разобрал, мы там были заняты другими делами Но тем не менее, потихонечку раскрутил, вспомнил, как говорится, ручки-то помнят, как он сказал Вот, при вскрытие у нас оказалось, что по сути, ремонтом мы можем обойтись заменой поршневых колец, потому как в гильзах выработка небольшая, почти не чувствуется вообще Ремонт там головки, вот мы ее сдавать будем, сейчас поближе покажем ее, что там чего И вкладыши коренные и шатунные, ну и закоренные еще под вопросом Значит, смотрите, как и оказывалось ранее, так мы и думали, и так оно и оказалось То есть, при проверке форсунок, когда мы отвинчивали по одному из штуцеров на каждый цилиндр, чтобы понять, ухудшается работа двигателя или нет Третий цилиндр почти не реагировал на откручивание То есть, если четвертый, второй, первый откручиваете и заметно слышно, что двигатель начинает труднее работать Третий плохо на это реагировал Как видите, здесь все, вот смотрите, чистенько более, ну вот так, более-менее будем говорить Это почти 10 лет, по-моему, от ремонта, если я не ошибаюсь А вот третий, смотрите, ну вот, правда чистый, даже, в принципе, голова есть чистая, вот даже нагара нет Но, тем не менее, это получается на выпускном, впускной, да? Да, впускной, впускной клапан Он получается оброс такой, ну, нагаром, короче, оброс Естественно, были проблемы там с регулировкой клапанов Это мы вернемся чуть позже, покажем тоже Значит, по коренным вкладышам А, естественно, замена набивки сальниковой тоже нужно будет проводить По коренным, кто в группе у меня знает, я фотографии бросал, еще в прошлом году осенью мы меняли коренные, потому что упало давление Ну вот, ну есть немножко цара, ну как, вот видите, есть след, да? Видно там? Снимает? Не, не снимает? Не видно? Разницы? Не? Ну, буквально, чуть-чуть Полоски Это же даже не цара Нет, полоски видно, что так просто Ну, полоски, но это не ямы, то есть ты вводишь пальцы Наезжено просто Да, да, ну, как бы притерлось оно, получается Мы же коленвал не этот, не точили, получается, когда, вот, и здесь такое же самое В принципе, коренные мы, наверное, даже и менять не будем Другое дело, это шатунные, ну, показать я Покажем, да, попробуем, чтобы получится показать Вот, вот должно, тут ямы Тут есть ямки, тут Вот, а, ну вот, где полосы, вот здесь есть ямы Ну, примерно, наверное, по полмиллиметра глубиной, а то и более Вот Ногтем цепляется Да, ногтем даже цепляется Теперь по поршням Вот это вот третий есть, по-моему А, нет, вот По поршням, вот Что у нас было здесь даже, друзья Ямку видно это? Да Выбило клапаном, получается, это Выпускным, да? Вроде бы диаметр небольшой Да, да, по-моему, выпускным даже Смотри, диаметр Ну, то померяем Дальше узнаем Выбило, то есть были проблемы с регулировкой Ну, посмотрим, это все почистится Может затрется вот так и все Под нашу нагрузку Кольца, естественно, сейчас покажу Компрессионные сдавлю Вон, смотрите, какой зазор Я не знаю, сколько тут Это спичка Как минимум, а то и полторы Да, смотри Как минимум полторы спички Зазор Ну, понятно Как бы, когда берут свое И компрессии там Естественно, давным-давно у нас не было здесь Ну, по гильзам Ну, по гильзам нет По гильзам тут показывать особо И не покажешь, потому что А, нет, можешь покажешь Смотри, в принципе Вот Ну, так вот Для картинки Ну, вот Пальцем на переходе Видно переходик, да? Видно, вот переход, получается Ну, где кольца терли А где не терли То есть гильзы так Не поцарапаны Насчет эллипса, конечно, еще Глянем Ну, может быть Ну, вроде бы так Как бы На глаз нет Но выработки вот Пальцем вводишь На палец не чувствуешь Обычно, если на палец чувствуется Выработка То тогда замена Ну, то есть Покраски Насчет покраски, наверное, красить Мы его так и не будем Подумали за это время То есть достаточно дорогостоящее Это все дело И, ну, краски хотели Не ПФ-кой какой-нибудь красите Авто Но Так как мы Коленвал не будем снимать Вот это ничего разбирать не будем Просто хорошо его вымоем Как говорится Ну, такой Не капремонт Просто ремонт Потому как капремонт Я понимаю Коробку лезть там И все-все-все Этого мы ничего делать не будем Поменяем масла То есть Ну, в движке В мосту Поменяется это все То есть Работает И, слава богу Он крутит колеса Чего туда лезть Ну, его 300 лет, короче Вот, он отработал все Турбину, естественно, снимать Никто не будет Как вы поняли уже Поршневая останется Ну, старая То есть Стандартная Даже если мы Эллипс увидим Там, да Ну, в гильзах будет Эллипс Она будет поршневую полностью менять Мы будем ставить Стандартную поршневую Никаких Д-245 Здесь Не было и не будет Здесь будет все стандартное Ну, кроме установки турбин Так, что у нас По головке есть Ну, естественно, так По гильзам есть По коренным По этим есть, да Ну, собственно Что у нас дальше Там В принципе, ничего Мойку я сказал А, планируется Еще подумаем Так, это в раздумьях Будем Поузнаем цены Что Насчет радиатора Охлаждение Потому что он у нас Во-первых, что течет Так прокапывает И уже Даже вот культивацию Я проводил Вторую на нем же Второй передачи Он нормально Без нагрузки Движок шел Но На полную открытую шторку 80 Даже 85 иногда Ну, то есть Он уже старый Очень старый радиатор Подумай Может быть Купим новый Ну, правда Цены мы еще не узнавали Это так Наперстки Если, конечно Сильно дорого будет То На его нагрузку Пусть кто там В комментариях Не пишет Что мы там Что-то неправильно делаем Ребята Вообще Без разницы Насчет техники Тем более Зато как термостат Кажется говоря Ну, если будет Конечно, возможно Что там Не сильно дорого Он будет Тот радиатор стоит То мы, конечно Поменяем Постоян новый Полностью Надеемся Что хоть новый Будет работа Новые сейчас Запчасти Вообще не хвалят Ни кольца Ничто Вот Что у нас Дальше Значит, по покраске Я сказал Что покраски не будет Насчет сборки видео Не знаю Стоит ли Как бы это По разборке будет И турбину Обхватили Что мы поменяли Да И по разборке данные Может быть Лучше в работе Как-то так Ну, после ремонта Я имею ввиду Если мы Грубо говоря Сегодня у нас Что за день Какой день Двадцать шестой Двадцать шестой Я понимаю Этот Вторник Сегодня вторник Ну, может быть Даже до конца недели Может на выходные Мы его и сложим Даже в принципе И он Может быть Успеет Даже или на культивацию Или хотя бы На прикатку Потому что сейчас Очень сыро И вот погода такая То солнце То выйдет То зайдет То есть Влаги еще много Мы даже побрызгать Не можем Ни пшеницу Ни ячмени Ни сорняков Ни микроудобрениями Которыми там Планируем брызгать Вот Поэтому Может быть Он успеет Еще и хорошенько Поработать Также Набивку Естественно Будем менять Потому что В сцеплении Опять вот Бежало масло Получается Поработало И опять пошло Может что-то Мы неправильно сделали Может набивка Такая хорошая Но тем не менее Пока разобранная Будем менять Чтоб масло Не бежало На этом все Я же говорю Видео Собрано уже Наверное Оно и не будет Мы лучше сделаем В работе Действительно В поле стану Как я раньше Погазую на холостых Ну на сделан Обкаточку сделаем Вот такую легенькую Да Где-то там Покатаемся Или во время Обкатки В принципе Да Можно будет Снять коротенький Видосик Насчет наддува И как он вообще работает Ну короче говоря Это покажет будущее На сегодня Пока что все Я вас отпускаю Вот такие у нас Новости Точнее Поменяли турбину И следом Движок короче Кончил И все Ну как оно так Совпало Просто-напросто Но На все ответы Что там Кто там Вон коленвал Покажи Коленвал целый Это тот коленвал От турбины Он ничего не лопается Это для тех Кто там Рассказывал Ну Вон он Все же на месте Естественно Крутится все там Да Все на месте То есть у нас Проблема пришла В поршневых кольцах Ну выработка То есть от времени Просто-напросто И от головки Посмотрим Что там в головке Ну то есть Да Не буду вас Тавтологией занимать больше Вы были на канале Сельхозпеределки Спасибо за просмотр Вот такие новости У нас на сегодняшний день Ничего Скрутим старичка Никуда не денется На покраску Конечно пока что Он да Не будет Если тхут-тхут-тхут Доживем Что будет более Глобальный ремонт Тогда уже конечно Там и по времени Пока там будут делаться Детали и прочее Будем красить А так еще По-человечески Отмоем его Лишнее обижать И будет чистенький Главное чтобы работал Спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Пока